Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Вышел деблог, посвященный китайскому Новому Году. Давайте посмотрим, что для нас приготовили разработчики. Итак, поехали. Добавили большой новогодний гонг. Вы можете по нему бить. Он издает очень громкий звук. Причем звук зависит от того, в какое место этого гонга вы бьете. Год, как вы знаете, у нас крысы, поэтому в честь этого года сделали просто суперкрутую маску. Видите, она сделана из бронза, покрытая золотом. Смотрится просто нереально. Мне очень, если честно, понравилось. Я просто сам... Не, не буду говорить. Просто очень понравилось. Ладно. Еще нам добавили очень крутые фейерверки. Я уже снял о них отдельно в видео. Сейчас будет тут подсказочка. Кто хочет посмотреть, как это все выглядит, перейдите. Очень классно. Ну, тут есть такой маленький ролик. Можно посмотреть. В принципе... Ну, это кому лень. Так вот, быстренько посмотреть вообще, чтобы понять, что это такое. Ну, и вот, собственно, весь новогодний контент. Это две маленьких петарды и шесть больших там разных цветов. Маска, гонг, ну и со старого года тоже дверная ручка и светильник. Еще из интересного. Нам добавили поджигатель. Вот так вот он выглядит при увеличении. Собственно, видно, что здесь имеются свечи зажигания, скорее всего, от машины. Его достаточно подключить к любому источнику питания. И он будет создавать вот такие вот искры, которые будут поджигать все вокруг. Это чтобы сделать очень крутое фаер-шоу. Если заморочиться, то можно вообще его подсоединить через дистанционный пульт управления и издалека запускать ваши фейерверки. Выглядит очень классно. Причем, что самое интересное, он поджигает не только фейерверки, но и костры, печки, невзорвавшиеся сачели, ну то есть бобсихи, и обычные гранаты из банки бобов. Конечно, не совсем понятно, зачем гранаты ему поджигать. Как это вообще будет реализовано при рейде? Но, тем не менее, это работает. Причем его не получится включить навечно, как пишут разработчики, что он так же, как и ловушка Тесла, при включенном состоянии будет терять свою прочность. То есть он там, может, минуту максимум поработает. С чем разработчики сказали, то что подобного рода вот такие вот добавления, таких предметов, они обычно происходят раз в месяц при глобальном обновлении, но они решили, что лучше его добавить сейчас, чтобы поджигать фейерверки. Для чего он будет в будущем? Вообще, для чего я, честно говоря, еще пока что не знаю. Может, что-то готовят. Все, ребятки, заходите на сервера, на каких вы играете, вообще неважно. Хоть официальный, хоть мод, зажигайте фейерверки, взрывайте, потому что они видны просто через всю карту. Просто, ну, очень классно. Все, ребят, с вами был Флэш, как всегда. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok